Голубь миру, салют перамоги и веселка на столичных улицах. Тематичные композиции, присвеченные 70-ти годзю, перамоги и озеленители створаются на городских клумбах. Головных кветковых панно будет 11. Хладноватый красавик, пока не дозволил высаживать только морозоустойливые виолы, остальные жраслины заявятся на клумбах в початку мая. Усего свыше 2 миллионов разностальных кветок. Подробностей в сюжете Наталья Кезик. Проекция самого цветника, как он может выглядеть уже на партизанском проспекте, это напротив гостиницы «Туризм». Распрацовывать все летний выгляд столичных клумбов дизайнеры, пошалеющие кастричнику минулого года. Для кожной композиции своя площа и палитра колеров. По правилах на их них повинно быть больше за 5 видов кветок. Все лето у озеленителей, подыход до городских клумбов, особливый их дизайн, присвеченный святу перамоги. Меняется откос возле Творца профсоюзов, то есть в два раза увеличили этот цветник. Соответственно, там появилось 70-ка просвещения именно Великой Победе. По-новому будут оформлены надпись тематическая кветня «Беларусь» на откосе улицы Орловской, проспекта Победителей. Зараз озеленители працуются на головных городских композициях. До 9 мая будет 11. У клумбы и у вазы высаживают виолы. Это морозоустойливые рослины, которые однозначно заховывают свою прыгажность до конца мая. Цветовая гамма будет самая-самая различная. И ярко-желтых цветов, оранжевых, бордовых, синих, голубых. То есть самая-самая разнообразная палитра будет. Но большую частку майских кветок высадили еще с осени. На клумбах 8-8 закветнеют 300 тысяч тюльпанов. Зараз работники Минска зеленбуда высаживают кветки до 9 мая. В наступный раз клумбы изменят свой внешний вид в початку лета. Усяго же в городском ассортименте 35 видов кветок. Только и они могут вынести суровые умовы мегаполису. Усе клумбы столицы частей за все размещены для проездной частки. Тому рослины повинны заховывать свои пелестки для глядящей на выхлопные газы и кропли мазуту альбопалива. В осенью узровень соли и шкодных речево у земли кветника превышает допущенный у 20-30 разу. Тому весной перед посадкой работники обовязково меняют глебу у городских клумбах. Используются противогололюдные реагенты. Машины, которые ездят по этим объектам, тоже, опять же, и масла какие-то проливаются. Вся накопившаяся вот эта вот экологически неблагоприятная среда появляется и в почве, которая находится вдоль дорог. То есть условия произрастания вдоль дорог, они всегда агрессивны. Для того, чтобы снизить эту агрессивность, мы в весенний период проводим подготовку почвы. Усягожда в осень работники высадят приклад на 2 миллиона кветок. Все лета с обливой увагой озеленители надали хвойным рослинам. В каждом районе города заявится по 5 композиций стуй, елок, тисов и ядлоуцу. А в осень у города пригожатся тысячи рознакаляровых резонтин. На телекизик Алексей Правдиков и Виктор Борисов, агентство ТеліНовин.